Символично в день соборности Украины в Киев прибыл премьер-министр Польши. Визит Дональда Туска начался с почтения памяти украинцев, погибших в войне России против Украины. После встречи с президентом Украины стороны согласовали новый пакет военной помощи Киеву. Напомню, с начала полномасштабной агрессии России Варшава передала Украине вооружение и боеприпасов на сумму более 3,5 миллиардов долларов. Есть новый польский оборонный пакет. Мы очень ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для наших нужд. Это польский кредит для Украины. Мы обсудили с господином премьер-министром возможности по совместному производству оружия в будущем. Решен и вопрос с блокадой украинско-польской границы. Об этом заявили в кабинете министров Украины. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, Киев предложил использовать механизм верификации агропродукции, разработанный Европейской комиссией. Ранее механизм эффективно сработал в урегулировании ситуации на границе с Румынией и Болгарией. Наши правительства, наши страны остаются преданными стремлению в развитии приграничной инфраструктуры и нашей логистики. Мы обсудили и хотим внедрять, инициировать совместный пограничный и таможенный контроль, обмен таможенными базами данных, а также продолжать модернизацию наших пунктов пропуска. Кроме того, мы обсудили вопрос о создании еще четырех новых пунктов пропуска в дополнение к ныне существующим 14. Польша присоединится к декларации стран Большой Семерки о гарантиях безопасности для Украины, заявил Дональд Туск. Так, Польша стала 22-й в списке государств, членов ЕС, готовых стать гарантами мира. Польша присоединилась к декларации группы G7, декларации, сформированной на саммите НАТО в Вильнюсе. Эта декларация должна мобилизовать демократические государства, государства свободного мира для поддержки Украины и ее безопасности. Я бы хотел обратиться из Киева к лидерам европейских государств, которые не до конца поняли, что это за борьба. Кто-то когда-то говорил, что самое темное место в аду зарезервировано для тех, кто притворяется нейтральным во время принципиального конфликта. По словам Дональда Туска, Польша продолжит всестороннюю поддержку Украины, в том числе и в вопросах вступления страны в НАТО и Европейский Союз. Лариса Зубенко, Юрий Шульга для телеканала Freedom.